В день рабочей поездки в Бенюрский район глава региона посетил несколько населенных пунктов, ознакомился с работой ключевых социальных объектов. В начале Нурланугаев посетил водохранилище Карагайлы. Этот объект обеспечивает жизнедеятельность сел Сам и Ногайта. Суточная мощность резервуаров, общий объем которых 640 кубических метров, составляет 300 кубометров воды. Здесь, в Карагайлы, мы используем грунтовые воды. Дополнительно были вырыты две скважины по проекту. Сейчас работает в полную мощность. В населенном пункте Турыш дополнительно выведены две скважины грунтовых вод. Полностью введен в эксплуатацию. Сейчас здесь нет проблем. Далее Кимобласть ознакомился со строительством школ на 300 и 600 мест в рамках программы «Комфортная школа». Возведение зданий планируется завершить в декабре 2024 года. Нурланугаев поручил контролировать ход строительства для своевременного ввода в эксплуатацию объектов образования, имеющие значение для региона. Этот вопрос поднят главой государства. Уравнять возможности сел и городов. Есть такое мнение, что только в городе высокое качество образования, а в селах не дают знания. Это не так. В селах есть такие же прекрасные учителя, как вы. Надо создавать условия. Сегодня дети из аула своим потенциалом, способностью и поддержкой родителей показывают хорошие результаты. Если им еще оказать поддержку, то они еще больше раскроются. Визит Акимобласти продолжился встречей с жителями населенного пункта САМ. Сельчанами были подняты вопросы неогражденной железной дороги, куда выходит домашний скот, нехватки фельдшеров и вывоза мусора. Жители также жаловались, что при сильном ветре или осадках свет дома гаснет. Глава Беньюской территориальной электростанции отметил, что причинами отключения электроэнергии являются погодные условия и движущиеся пески. Мы стараемся давать бесперебойное питание. В прошлый раз отключилось из-за дождя. Кабель заменили. Меняем опоры. Все старые опоры линии меняем. Например, заглубляем их на два метра. Но песок движется. В итоге от ветра опора кренится в разные стороны. Заботит сельчан и вопрос состояния автомобильных дорог в направлении Бенью. Как говорят жители, качество дорожного покрытия в селах разное. От плачевного до нормального. 95% дорог в нашем регионе хорошие для сообщения. Дороги асфальтированные. Все дороги республиканского областного значения в хорошем состоянии. Сейчас мы решаем вопрос строительства межрайонных и внутрисельских дорог. Проблема поднимается повсеместно. Его решение – вопрос времени. Кроме того, Нурлана Скарула встретился с жителем Нугайты и Тураж. Население сел превышает 1400 человек. На встрече обсуждались такие вопросы, как состояние дорог в населенных пунктах, строительство пешеходного моста на территории железной дороги. Кроме того, поскольку основным источником дохода местных граждан является животноводство, для увеличения поголовья скота есть необходимость в субсидиях. Однако здесь есть свои нюансы и правила. По общему правилу, субсидии предоставляются только фермерским хозяйством Республики Казахстан. При этом фермы должны иметь землю. При наличии земли, если поголовье зарегистрировано, субсидия предоставляется на одну голову. В этом году мы выделили фермерским хозяйством субсидии на сумму 720 миллионов тенге. Более ста из них получили хозяйство в Беню. Кроме того, Акимобласти ознакомился с работой централизованного водопровода в селе Тураж. После этого Нурлан Угаев выслушал вопросы и опасения пришедших на встречу жителей. Сельчан беспокоили вопросы проведения канализационной трубы внутри села, нехватки сжиженного газа, использования пустующего жилья, обеспечения автомобилем скорой помощи. На все процессы, которые будут происходить, уходит очень много времени. От идеи, когда будет построена дорога, до реализации решения, акта приемки здания или объекта и ввода его в эксплуатацию. Мы этого тоже должны понять. Именно поэтому мы работаем в режиме прямой связи. Мы исполним обещания. Мы не забываем, что на наших плечах лежит большая ответственность, как со стороны народа, так и со стороны высшего руководства. После встречи с народом глава региона принял граждан по их личным вопросам. Следует отметить, что рабочие поиски Акимобласти продолжатся. Впереди и другие районы.